Употребление инфинитива и способы его перевода на русский язык. Инфинитив может употребляться в функции всех членов предложения, кроме простого сказуемого. Инфинитив может выступать только частью сказуемого. Функции инфинитива. Подлежащие. Пример. To read much isn't to know much. Много читать, значит много знать. Часть простого сказуемого. I'll read much in summer. Летом я буду много читать. Часть сложного глагольного сказуемого. We must read much. Нам надо много читать. I began to read much when I was ten. Я начал много читать, когда мне было 10 лет. Часть составного именного сказуемого. My wishes to read much. Моё желание много читать. Дополнение. I decided to read much. Я решила много читать. Определение. In my class I was the first to read this book. В моём классе я первая прочла эту книгу. Обстоятельства. I go to the reading hall to read books. Я хожу в читальный зал, чтобы читать. В английском языке инфинитив может быть частью сложного глагольного сказуемого, состоящего из двух частей. Глагола в личной форме и инфинитива. Как часть сложного сказуемого, инфинитив употребляется. Первое. После глаголов to seem – казаться, to appear – казаться, to happen – случаться и другие. С этими глаголами употребляется любая форма инфинитива. She seems to be happy. Кажется, она счастлива. I seem to have been invited to the conference. Кажется, меня пригласили участвовать в конференции. Второе. После глаголов, обозначающих умственную деятельность. To think – думать. To know – знать. To suppose – предполагать. To believe – полагать и тому подобное. Чувственное восприятие. To see – видеть. To hear – слышать. Или передача информации. To say – говорить. To report – сообщать. Эти глаголы употребляются в страдательном залоге. На русский язык такие предложения переводятся сложно подчиненными предложениями. Главным неопределенно личным предложением, сказуемого которого соответствует в английском языке личной форме глагола в первой части сказуемого. Полагать, что вы правы. He was said to be a talented actor. Говорили, что он талантливый актёр. Третье. После сочетания глагола to be с прилагательными sure – несомненный, certain, уверенный, likely, unlikely, вероятно, невероятно и тому подобное. После to be – unlikely – перфектный инфитив не употребляется, так как это сочетание соотносится с настоящим и будущим временем. На русский язык такие предложения переводятся простыми предложениями с модальными словами. Наверное, обязательно, вероятно, вряд ли. She is sure to have come already. Она наверняка уже пришла. We are not likely, unlikely to go to the Crimea this year. В этом году мы вряд ли поедем в Крым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok